Господа, всем привет! Я сейчас кину просто мысль, я ее раскрывать и развивать пока что не буду, но я ее как бы сформулировала уже. Как вы поняли, я занимаюсь тем, что преподаю танцы разных жанров и так далее, и периодически выкладываю, допустим, в том числе своих учеников. Среди них очень много людей, которым за 40, за 50 и так далее. А среди вас очень много зрителей, которые, ну просто пассивные зрители, да, скорее всего вам тоже многим за 40, за 50, но вы просто смотрите, да, и как бы с одной стороны вы думаете, что вы хотите что-то осваивать, а с другой стороны есть сдерживающий фактор. Это ваш стереотип возраста. Но мое видео сейчас не об этом. Итак, я хочу сказать, что нам везде вокруг говорят, что быть взрослым – это когда ты такой женился и повесил на себя ипотеки, и такой вот живешь-мучаешься, то это взрослость, да? Но я хочу сказать свой взгляд на взрослость. Взрослость – это когда ты можешь включить в себе внутреннего ребенка. Ты не стесняешься этого. Внутренний ребенок – это психологический термин, это не я придумала. Вы можете покопаться в литературе психологической на эту тему, если вы не знакомы с этим термином. А внутренний ребенок – это такое состояние, которое нам позволяет изучать все, что мы хотим в любом возрасте. Особенно, если речь идет про изучение чего-то такого, знаете, творческого, артистического. Ну, например, танцы, да, то есть я говорю про танцы. Мне часто пишут люди, что вот, они очень хотели бы заниматься танцами, это их детская мечта, но она не исполнилась, потому что много причин, а сейчас уже поздно. Дамы и господа, еще раз задумайтесь над моей философской фразой. Я же ее не просто так вывожу сюда на публичное прослушивание. Еще раз задумайтесь. Взрослость – это умение включить в себе внутреннего ребенка. Если вы научитесь включать в себе внутреннего ребенка, по большому счету вам будет все равно, сколько вам лет. У вас интерес к познанию сохранится до конца вашей жизни. И как следствие этого, я хочу заметить, что вот это вот состояние, знаете, вечного ученика, оно очень благостное состояние. Я знаю, что в советские времена вам говорили вашему поколению, что вечный студент, безответственный, тра-та-та. Я сейчас говорю про другое. Я сейчас говорю про такую ценность, как познание. Причем познание до конца дней своих. И чтобы что-то познавать, понимаете, вам нужно включить в себе этого внутреннего ребенка. То есть вам нужно выключить вот эту, ну я даже не знаю, как назвать, внутреннюю гордыню, да, которая вам говорит. Ты что, ты взрослый человек, тебе 35, как ты можешь что-то учить. Все, твое время ушло. Ну то есть включить в себе внутреннего ребенка, азартного, с открытыми глазами, изучающего что-то. И в конце я добавлю, уже все, время как бы вышло. Я не могу раскрывать подробно эту тему, но надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. И как следствие этого, вот это состояние вечного ребенка, в хорошем смысле слова, включенного в процесс познания, на самом деле делает вас вечно молодым. То есть, допустим, вам, я не знаю, 60 лет, 70, 50, неважно, и вы все время что-то изучаете. То есть вы вгоняете себя в состояние такого, знаете, детского, наивного ученика, который доверчиво смотрит на своего учителя. Это превосходное состояние, и это действительно молодость души и мозга. Хорошего дня!